И снова здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях участник программы Work and Travel, Элизар Гудманов. Элизар! Да, привет, Ахмад, привет! Смотри, у меня и у наших телезрителей к тебе есть прям огромное количество вопросов, потому что это действительно такое очень необычное достижение. И я думаю, это программа, на которую хотел бы попасть практически каждый в рамках нашей страны. Но давай вот для тех, кто все-таки не слышал о программе Work and Travel, расскажем, что она себя вообще в принципе представляет. Программа Work and Travel – это самая популярная в мире программа студенческого обмена, студенческого и культурного обмена. Но это не типичная программа. То есть, когда мы слышим о студенческом обмене, мы думаем, что это когда ты едешь от своего университета в другой университет и занимаешься, там учишься, живешь. Но эта программа не об этом, это о работе и путешествиях, как она и называется. То есть, независимо от университета, ты едешь туда и не привязан к университету, ты там работаешь в среднем три месяца. И после этого ты можешь путешествовать до одного месяца за деньги, которые ты там заработал. Отлично. На самом деле, очень и очень неплохая идея у создателей этой программы. Но давай вот обсудим, наверное, краеугольный камень. Вот на самом деле, это очень такая крутая программа, программа, на которую хочется попасть. И как это все-таки можно сделать? Есть два варианта. Зарегистрироваться на компанию, на программу через компанию-посредника, то есть, то, как сделал я. Либо сделать самостоятельно. Плюс, если делать самостоятельно, конечно, это будет дешевле, но это сложнее, потому что там огромное количество работы с документами и очень легко ошибиться, очень легко опоздать. И то есть, все-таки я бы, наверное, рекомендовал, если вы едете первый раз, то делать это через посредников. То есть, по сути, есть мы, есть компания-посредник, которая за нас оформляет документы, есть сама программа, в которую мы подаем заявку и нашу заявку рассматривают и принимают. Смотри, а какими качествами, какими характеристиками, возможно, нужно обладать, чтобы пройти этот, скажем так, отбор? Ну, нужно знать хотя бы минимальный уровень английского языка. Многие преувеличивают, что нужно знать прям его сильно, что нужно бегло разговаривать на нем, но достаточно, если вы просто понимаете. Потому что многие, с кем я ездил, они не особо умели разговаривать на английском, и я в том числе, я лучше многих, но все равно я недостаточно для того, чтобы назвать это бегло. Второе, нужно быть готовым к работе, потому что программа все-таки включает в себя работу, и это многие ожидают того, что с ними будут нянчиться, потому что это студенческая программа, но там будет серьезная работа. То есть иногда это тяжело, и не все выдерживали. Многие люди пытались найти лучшую работу, где им будет легче, но это не так просто. То есть нужно быть готовым к этому, и нужно быть трудолюбивым. И плюс, если вы хотите получить максимально от этой поездки, вам нужно быть общительным, и то есть брать все возможности, потому что это огромная возможность практики английского языка, и то есть будет лучше, если вы будете общаться с людьми. То есть это программа культурного обмена, обмениваться культурой, так сказать. То есть в Америке очень много людей с разных стран, очень много с Мексики, очень много с Латинской Америки и со всего мира. Безусловно, это огромный-огромный плюс для тех, кто вообще, в принципе, изучает иностранные языки. Мне кажется, это вот просто неоценимая такая вот услуга, программа вообще, в принципе. Но смотри, давай обсудим вот такой момент. Сколько нужно заплатить? Вообще платная ли программа? И если платная, сколько нужно заплатить, чтобы принять в ней участие? Программа платная. Я попал в Америку в 2020 году, то есть это не самое благоприятное время, и поэтому мне пришлось заплатить больше. То есть, к примеру, обычно билеты на самолет туда-обратно стоят в районе 30-40 тысяч, я же заплатил около 80 тысяч. Программа, все расходы, то есть, включая перелет, включая документы, виза и так далее, думаю, можно уложиться где-то в 100-120 тысяч. Но у меня из-за вируса, конечно, я заплатил больше. То есть, вот такой момент, то есть, чтобы принять участие все-таки в этой программе, человеку придется немного подкопить денег. Но есть ли какие-то вот обходные пути для студента, к примеру, который не обладает возможностями накопить такую сумму денег, там, возможно, вузы как-то сотрудничают с этой программой и оплачивают. Слышал ли ты о подобном? Честно говоря, я не слышал о подобном. Единственное, как можно сэкономить, это же, как я и сказал ранее, оправляться самостоятельно без посредника. Но это гораздо сложнее и все-таки я бы рекомендовал, наверное, использовать компанию, если вы едете первый раз. Либо если у вас есть хорошие знакомые, которые уже до этого ездили, и они вам помогут, тогда, конечно, тогда можно на этом экономить. А по поводу университетов я никогда не слышал, чтобы университеты оплачивали эту программу, потому что по этой программе может поехать абсолютно каждый. Я думаю, университет не потянет отправлять своих студентов. Ну, наверное, это, да, действительно очень большие расходы для вуза. Но давай поговорим о таком моменте все-таки, как виза. Ведь на территорию другого государства, тем более Соединенных Штатов Америки нельзя попасть, ну вот, просто так, потому что ты вот захотел, и было бы прикольно попутешествовать, и т.д. и т.п. Нужно получить вот эту, ту самую, точнее, визу. Проходил ли ты собеседование у консула, и как вообще происходило получение визы у тебя? Да, я проходил, это один из самых волнительных моментов в оформлении документов, потому что ты можешь заплатить деньги, ты можешь подготовиться, но просто у консула может быть плохое настроение, он может тебе отказать. Это вот, это прям страшно, когда ты идешь туда на собеседование, но нужно быть к этому готовым, и, думаю, проблем не будет. Главное, то есть, подготовиться, понимать, что они будут смотреть, то есть, многие думают, что это тест английского, потому что собеседование проводится на английском. Но это не так. Я вообще разновывался, я там два слова связать не смог, я жестами показывал, но иногда это в плюс, потому что люди, которые идеально говорят на английском, они часто, как у сконсула, создаются ощущения, что он готов к переезду, то есть, консул вас будет проверять, вы хотите эмигрировать, или вы просто хотите съездить, отдохнуть по студентской программе. И вам нужно показать, что вы именно хотите просто съездить, нет у вас никаких целей оставаться там. И получается, вот это волнение, которое у тебя появилось, и из-за которого ты не смог нормально с ним построить диалог, сыграло, по сути, в плюс тебе? Ну, я думаю, да, потому что я видел людей, которые отвечали идеально, но им отказали. Ну, на самом деле, очень такой, наверное, волнительный момент, но давай поговорим о вот том моменте, когда ты вот все-таки прошел через все испытания, когда все-таки сделал все, что необходимо, прилетел в Соединенные Штаты Америки и приступил к вот этой вот программе. Поговорим мы непосредственно о твоем путешествии, о твоих вот этих трех или четырех месяцах в Соединенных Штатах. Что тебе запомнилось больше всего за этот промежуток времени? Ну, наверное, как и большинству, мне больше всего запомнилось путешествия, потому что, во-первых, в течение этих трех месяцев, когда ты работаешь, ты все время ждешь этого. И иногда работать реально сложно. То есть, когда я был в России, ждал поездки, я думал, скорее бы начать, я был рад поработать. Но работал я там много, и поэтому я сильно уставал, как бы я скорее ждал, когда это закончится. Но в целом путешествия оправдали себя, и все было, я очень доволен всем, как получилось. Ну вот, говоря о твоей работе, мы не можем не обсудить этот момент. Кем ты работал вообще в принципе, кем может работать студент, который едет по этой программе, а самое главное, как оплачивается труд вот наших российских студентов. Все ли там достойно? Да, нужно, в первую очередь, нужно быть готовым, что у вас не будет хорошая работа. Вы будете работать все-таки на низших позициях, потому что вы студент, во-первых, у вас уровень английского хуже, чем у носителя, и вы там не задержитесь надолго. То есть, компаниям невыгодно брать вас, например, менеджером или еще кем-то, даже если вы обучаетесь по этой специальности. Самые популярные профессии – это диш-вошер, то есть, посуду мыть официантам, на кухне помощникам повара, и подобные обслуживающие профессии. Я работал фотографом в ресторане, то есть, я жил в туристическом городе, и там, когда приезжают люди, они ходят по ресторанам, и я просто подходил к ним, фотографировал им их, давал им одну бесплатную фотографию, и по желанию они могли купить остальные фотографии. Ну, на самом деле, очень неплохой такой коммерческий ход. Мне кажется, некоторые наши предприниматели сейчас послушали твой рассказ и даже взяли этот прием на заметочку себе. Ну вот, давай поговорим о том, что вообще, в принципе, ни в коем случае нельзя делать в Соединенных Штатах Америки, что мы повседневно делаем, ну вот, в России, вот какой-то такой коридорус. Я бы сказал, надо быть более осторожным, настороженным, потому что я, этот урок мне стоил очень дорого. Первый день, когда я прилетел в Соединенные Штаты Америки, по дороге из Нью-Йорка в Южную Каролину, там, где я жил, у меня, буквально первые пять часов в Америке, меня украли все мои деньги, то есть, достали из рюкзака, и вот так и получается. То есть, нужно быть готовым к этому, все держать при себе, и, ну, я заплатил за этот урок достаточно дорого, около, в рублях около 50 тысяч рублей. Ну, на самом деле, мне кажется, для студента, который приезжает с надеждой, вот, с глазами, с жаждущими увидеть американскую мечту, получить прям вот в первый день такой подарок, не совсем приятно на самом деле. Вот, но давай поговорим о том, что вообще, в принципе, отличает человека в Соединенных Штатах, вот, американца типичного, от россиянина. Как вот можно понять, что это вот американец, а вот это, ну, вот он явно приехал, наверняка из России. Есть ли какое-то такое отличие? Я, честно говоря, не могу сказать, потому что приезжих там очень много, в том числе и из России. Из России людей там тоже огромное количество. Ну, единственное, что, наверное, по акценту можно отличить, то есть, многие, кто живут, многие россияне, точнее, выходцы из России, которые живут там давно, они просто меня по акценту узнавали и сразу говорили о русском. Ну, на самом деле, это такая небольшая визитная карточка, наверное, и это огромный плюс. Но давай поговорим о самом приятном, о путешествиях. Вот, целый месяц дается потом на путешествия. Что вы сделали, как вы запланировали этот месяц, какие штаты вы посетили? Да, это было очень круто. Во-первых, хочу сказать, что помимо путешествий в конце, можно путешествовать в течение этих трех или четырех месяцев, в которые вы будете работать. но вы должны как бы попросить разрешение от работодателя. То есть, ваши выходные вы можете путешествовать. Мы как брали? Когда у нас совпадали дни выходных, мы арендовали машину и ездили в соседние города. То есть, мы жили в Южной Каролине, в Мёртвович, то есть, мы объездили всю Южную Каролину, и мы также ездили в Северную Каролину и в Тёрфию. А вот после того, как уже вот этот долгожданный месяц начался, куда вы рванули первым делом? Да, то есть, мои друзья в течение программы переехали в Чикаго, они там жили последний месяц, то есть, последний месяц там работали. И вот, когда я закончил работать, я поехал к ним. Я находился около недели в Чикаго, то есть, Чикаго невероятный город, где небоскрёбы. То есть, это прям моё Big City Life такое, очень впечатляет. После этого мы полетели в Лас-Вегас, были в Лас-Вегасе, то есть, казино, жара, там тоже очень круто, но нужно быть поосторожнее, не потерять все деньги, потому что весь город строится на казино, и везде они есть. То есть, именно поэтому там очень дёшево путешествует, то есть, отель там был самый дешёвый из всех городов, которые мы посетили, потому что при каждом отеле есть казино, зарабатывают с этого. Далее мы поехали в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес город, как из игры GTA, очень впечатляет, но помимо того, что он впечатлил своей жарой, такой летней свободой, также там невероятное количество бездомных. Просто вот ты идёшь мимо небоскрёбов, между небоскрёбами, и там прям палатки с бездомными людьми, это, конечно, ну, двое впечатление. Да, да. Но всё равно, Лос-Анджелес тоже очень понравился, объездили Голливуд, Беверли-Хиллс, в Звёздную аллею, то есть, короче, впечатлило тоже. Далее мы арендовали машину на неделю и поехали из Лос-Анджелеса. Мы планировали поехать в национальный парк, там есть Ясимити National Park, и второй я название забыл. Ну, то есть, это очень красивые парки с невероятной природой. Конечно, я из КЧР, меня это не особо впечатляло, потому что я привык к этому, но мои друзья очень хотели туда поехать. Но так получается, что они были закрыты. То есть, мы приехали, парки закрыты, а у нас арендован отель рядом. Парки были закрыты из-за пожара. То есть, летом были огромные пожары, и вот из-за этого они закрылись. И нам пришлось быстро отменять бронирование. Повезло, что нам не пришлось заплачивать, и мы поехали сразу дальше в Сан-Франциско. По дороге в Сан-Франциско мы заехали в Сан-Хосе и еще в пару небольших городов. Сан-Франциско, конечно, очень будет. Один из самых лучших городов путешествий, наверное, потому что это прям со своей культурой какой-то город. Везде технологические компании. Так как я учусь по технологической специальности, меня это тоже очень впечатлило. Мы заехали в Силиконовую долину, объездили все эти знаменитые офисы, объездили гаражи, где основывались такие компании, как Google, Apple и другие. То есть прям по историческим местам. Заехали в Стэнфорд. Стэнфорд вообще невероятный университет. Это просто... Я прям жалел о том, что я не думал даже о поступлении туда, потому что там прям готовят, во-первых, миллиардеров. Оттуда выходцы все... Почти все основатели крупных компаний выходцы оттуда. Бюджет университета 78 миллиардов и площадь университета 33 квадратных километров. То есть это невероятный университет, огромный просто. Вот. Далее мы вернулись... Ну, то есть мы там попутешествовали несколько дней, объездили все там достопримечательности, Golden Gate и так далее, Alcatraz. Ну, то есть там много чего можно посетить, я даже перечислить все не смогу. И далее мы вернулись в Лос-Анджелес, попутешествовали в Лос-Анджелесе еще пару дней. И мы сдали машину и полетели в Майами. В Майами мы были всего лишь один день, но в целом этого было достаточно, потому что я жил... Где я жил, Мёртл Бич, это очень похоже на Майами город, то есть это пляж, отели, жара. Ну, то есть город для отдыха. И я как бы за три месяца там привык к этому, и мне было достаточно одного дня в Майами. Это, в принципе, была как галочка такая. То есть это не было прям путешествия. Далее мы полетели в Нью-Йорк. В Нью-Йорке у нас было всего пару дней, и вот там все-таки я считаю, нужно было бы больше дней. Мы недооценили этот город, потому что мы были в начале, когда только прилетели, там один день, и в конце два дня, и то есть мы когда начали гулять, мы поняли, что мы даже не успеваем все посетить, и это все-таки не зря называется столицей, второй столицей Америки, потому что это реально прям очень крутой город. Безусловно, просто вы посетили, наверное, все, что можно в таком очень быстром-быстром темпе, увидели много чего, но вот из всего, что ты увидел в процессе твоего путешествия, такого, что тебе запомнилось больше всего, какое самое яркое впечатление? Ну, несколько таких ярких, одно, это все-таки Силиконовая долина, потому что, ну, она для меня все-таки многое значит, потому что я мечтал там побывать, многие после просмотра фильма Юлия Дудя мечтают там побывать, но я и до этого очень хотел туда съездить, именно потому, что это все-таки близко к моей специальности, и мне это интересно. Второе, это, наверное, все-таки вид Нью-Йорка, когда мы залезли на мост, я забыл, как он называется, Бруклин Бридж, если я не ошибаюсь, и мы с этого моста невероятный вид на Небоскребы, на Всемирный торговый центр, и это был закат, и это просто отложилось в моей голове этот вид, и это невероятно просто. Это, это на самом деле невероятно, просто ты рассказывал, я, как человек, не побывавший пока что там, уже себе представил эту картину, и на секунду вот даже застыл, и я думаю, что у меня, лично у меня, и у многих наших телезрителей появился еще один пунктик в списке задач посетить вот все эти места, которые ты нам сейчас, о которых, точнее, ты нам сейчас рассказал, упомянул, но давай перейдем вот к такому моменту, у нас на нашей замечательной телепередаче есть такая небольшая традиция, в конце нашего диалога каждый наш гост делает свои определенные пожелания нашим телезрителям, что бы ты им хотел пожелать? Я бы хотел пожелать не бояться делать шаги рискованные, такие как регистрация на программу Work and Travel, и потому что результат того стоит, и надеюсь, у вас все получится, и вы сможете посетить еще больше мест, чем я, объездить всю Америку, и в следующем году рассказать тут, здесь у Ахмата, на передаче все про эту поездку. Спасибо тебе большое, Ализар, но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был Ализар Гудманов, участник программы Work and Travel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин